Творческая акция «Рисуют дети» проводится ежегодно 1 июня, Международный день защиты детей. Она стала настоящим праздником для юных художников. Каждый год тема акции меняется, но неизменно одно – она всегда связана с историей крепости. Основная цель – сохранение исторической памяти в душах народа. В этом году приурочена была акция к юбилейным датам. Это 180-летие Брестской крепости и 50-летие поста памяти у Вечного огня Брестской крепости. Юные художники – это учащиеся и общеобразовательных школ, и студий художественных в возрасте от 9 до 16 лет, могли проявить свой талант в двух номинациях. В этом году из 84 участников 18 стали призерами. Они получили дипломы 1, 2, 3 степеней, приз зрительских симпатий и памятные подарки. Но при этом на выставке, которая создается ежегодно по итогам акции, представлены все работы. Абсолютно. То есть каждый из них победитель, каждый из них талантлив по-своему. И также по итогам акции издается буклет, и каждый участник получает его на память. Работы юных художников действительно весьма интересны. Ребята создавали их в двух номинациях. Одна из них называется «Брестская крепость. Путешествие во времени». В ней участники смогли отразить всю историю крепости, начиная с прошлых времен и заканчивая прогнозированием будущих событий. Вторая номинация носит название «Пост нашей памяти», в которой отражены будни ребят, заступающих на вахту памяти. Те, кто писали свои работы, и самые маленькие, кто-то из ребят постарше, они в эту тему вошли. Значит, это что-то прошло через их маленькое сердце, через маленькую душу. И они воспринимали и воспринимают те события, которые писали, наверное, по-своему, по-детски, но довольно искренне. В этих работах я вижу их искренность, их чувства. Нисколько не сомневаюсь, что все они немножко соприкоснулись с нашей историей, истории Брестской крепости, ее обороны, и надолго останется в памяти и участие в пленере, и участие в этом выставочном проекте. Пастель, масло, гуашь, акварель – и это далеко еще не все техники создания картин, представленные на выставке. Каждое изображение по-своему уникально. Однако неподдельный интерес не может не вызвать картина, написанная с помощью гелевой ручки. Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, она повествует об истории Брестской крепости, которая не может быть незамеченной. Меня заинтересовала эта выставка тем, что тут подростки и дети рисуют такие красивые работы, изображают памятники жажды нашу Брестскую крепость и помнят о войне. Очень хорошо, что чужие работы выставляют на всеобщее обозрение, потому что люди стараются, и когда другие люди замечают эти старания, это же приятно. И ведь есть очень много творческих личностей, поэтому я считаю это классно, что работа этих личностей не пропадает зря. Я уверен, тут многие картины рисовали люди абсолютно разных возрастов, но при этом каждая картина по-своему хороша. Во всем искусстве есть как бы своя прелесть, потому что любое творчество достойно, чтобы его заметили. Еще одна картина «Пока горит огонь, мы не забудем» вызывает восхищение и невероятные искренние эмоции. Она написана маслом. В центре изображения пожилая женщина, смотрящая на огонь и с ужасом вспоминающая о страшных событиях Великой Отечественной войны. В горящем пламени находятся люди, подвиг которых мы будем помнить всегда. Те, кто отдал свою жизнь за мирное небо над нашей головой. Восхищает и то, что картина была написана 13-летней девочкой, которая, несомненно, прониклась глубиной изображаемого. Любовь к искусству – вот что может объединить людей различных возрастов и профессий. А чтобы в полной мере насладиться творчеством совсем юных художников, стоит посетить данную выставку, которая способна затронуть сердце каждого человека. Наталья Хомич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, Новости БУК-ТВ